Всем привет, друзья! Добро пожаловать в очередной выпуск интересных новостей на нашем канале. И сегодня вас ждут. Основатель Alibaba Джекма сократил долю в компании почти на 10 миллиардов долларов. Samsung ожидает появления сетей 6G к 2028 году. А также ритейлеры рассказали об ажиотажном спросе на электросамокаты в России. Обо всем этом сегодня в выпуске. Усаживайтесь поудобнее, подпишитесь на наш канал. Мы начинаем. Основатель Alibaba Джекма сократил свою долю в интернет-компании до 4,8%, продав за год акции почти на 10 миллиардов долларов. Следует из сообщения Alibaba и подсчетов агентства Reuters. Согласно данным и сообщения, Джекма теперь владеет 4,8% компании. Как отмечает агентство, годом ранее доля составляла 6,4%, исходя из текущей стоимости акций. Проданная доля оценивается почти в 10 миллиардов долларов. Соучредителю Alibaba Джозефу Цаев сейчас принадлежит более полутора процентов компании, говорится в релизе. Год назад это было почти 2,5%. По подсчету Reuters проданная доля оценивается чуть более 4 миллиардов долларов. Alibaba Group – крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции с 99-го года. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок – Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmail.com. Южнокорейская технологическая компания опубликовала отчет, в котором изложила свое видение системы связи следующего поколения. Согласно документу, разработка 6G ускорится и технология будет готова до конца 2020-х годов. Компания Samsung провела сравнительный анализ появления сетей предшественников и выяснила, что на разработку 3G потребовалось 15 лет, на 5G – уже 8. Соответственно, есть причины ожидать, что следующее поколение системы связи появится еще быстрее. Чтобы ускорить работу над технологией 6G, Центр исследования Samsung Research в мае 2019 года организовал лабораторию по тестированию передовых коммуникаций. Samsung ожидает, что стандартизация и запуск 6G состоится уже в 2028 году, тогда как массовая коммерциализация может произойти около 2030 года. Основным пользователями 6G будут и люди, и машины. Сеть представит передовые услуги связи, будет обеспечивать высококачественные мобильные голограммы и цифровые копии. По мнению авторов документа, для 6G потребуется пиковая скорость передачи в 1000 гигабит в секунду и задержка менее 100 микросекунд. Также инженерам придется доработать функционал нейросетей и решить проблемы с ограничениями вычислительных возможностей мобильных устройств. В России кратно вырос спрос на электросамокаты. В МВидео и Эльдорадо рассказали, что в июне 2020 года спрос на электросамокаты вырос на 25% в штуках и 70% в деньгах по сравнению с тем же периодом прошлого года. Ритейлеры отметили, что 77% всех приобретенных средств передвижения пришлось на электросамокаты, 22% на гироскутеры и моноколеса, еще 1% на электровелосипеды. Средний чек на покупку электротранспорта в МВидео и Эльдорадо – 18200 рублей, рассказали в компании. В пятерку самых популярных брендов вошли Iconbeat, Miser, Tribe, Nineboot by Seagway и Hyper. Самым популярным видом транспорта сейчас являются электросамокаты. Самокаты используют для поездок на работу и для развлечения. Они востребованы курьерами, а также работниками крупных объектов, по которым приходится перемещаться в течение дня. Электросамокат стал одним из комфортных способов передвижения по городу. Спрос на электросамокаты, помимо удобства, связан с тем, что китайские селеры смогли предложить достойные недорогие модели. На рост продаж электросамокатов повлияли три основных фактора. Во-первых, на фоне взрывного роста онлайн-продаж выросло количество курьеров, для которых самокаты стали альтернативной традиционному велосипеду. Во-вторых, многие жители Москвы и Петербурга выехали за город, где используют самокаты и как практичное средство передвижения, и для развлечения. В-третьих, в условиях пандемии горожане не готовы спускаться в метро из-за опасности заражения, поэтому чаще начали использовать индивидуальный электротранспорт. На этом все, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подпишитесь на канал, если вы не подписались. Поставьте колокольчик, поставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на все наши полезные каналы, ссылки будут в описании. Я желаю вам отличного настроения, берегите себя и своих близких. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok